Добрый вечер! В эфире канала Телемикс. Программа «Накипело». Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. Две недели назад, как введено одностороннее движение на улицах Суханово и Володарского между Лениной и Некрасово, с вечера 20 февраля езда разрешена только против часовой стрелки в этом оживленном квадрате. Теперь все автомобилисты обязаны перестроиться и строго соблюдать новые правила. За забывчивость приходится немало платить. 5 тысяч рублей стоит неповиновение закону. Сегодня в программе мы обсудим эффективность новой системы. Помогут нам в этом Евгений Петров, заместитель командира отдельного батальона ДПС ОГИБДД МВД России по городу Уссурийску, и Виктор Дунов, начальник отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Уссурийска. Ключевые фигуры в этом вопросе дорожном. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Ну и, конечно же, вы ключевые спикеры нашего сюжета, который мы подготовили специально для этой программы. Давайте посмотрим. 20 февраля на улицах Суханово и Володарского запустили одностороннее движение. Водителям дали три дня на то, чтобы привыкнуть. Сотрудники полиции показывали зазевавшимся автомобилистам, как теперь нужно ездить в соответствии с новыми знаками. Если водитель адекватный, то мы его, естественно, отпускали. Если водители попадались наглые, естественно, мы их привлекали к ответственности. Таких водителей на данный момент восемь. И десять материалов находятся сейчас на рассмотрении. Сейчас все по-взрослому. Когда на Суханово стоит пост ДПС, водители предпочитают ездить по правилам. Но некоторых даже это не смущает. Все равно проезжают под запрещающий знак. Особо юркие участники дорожного движения увиливают в соседний проезд. Без полицейских на дороге ситуация еще интересней. Водители друг за другом появляются на той полосе, где их, по идее, быть не должно. Из-за таких борцов с системой пробка в час пик меньше не становится. Мы привыкли десятилетиями, что это двухстороннее было. А теперь мы вынуждены воспринимать это. Но не можем еще к этому прийти. Поэтому мое мнение, конечно, вернуть на место. Но к этому просто мы должны привыкнуть. Я вот сам вчера, не зная об этом, раз сунулся в двойную, но там уехал сразу. Улица Володарского от Некрасова до Ленина теперь тоже односторонняя. Как только в центре детского творчества заканчиваются занятия, родители спешат забрать ребятню. Здесь меньше, но все же нарушают. Неудобно. Были бы парковки такие. А что тут парковка на два автомобиля? Правильно? Я считаю, что прежде чем знаки ставить, надо места для стоянки определять. Именно на этой улице облегчило. Потому что здесь постоянно то справа, то слева машина ставит, как бы не проехать. Постоянно тяжело разъехаться, то есть встречному движению. Сейчас вот как бы в принципе в одну сторону все ехали, в ту сторону, в сторону Ленина, да, получается. То как бы в принципе удобно. В администрации успокаивают. Эта схема движения временная. Тестировать новые односторонки будут три месяца. Особенно важно мнение уссурийцев по поводу нововведения. Написать вопрос или пожелание можно в интернет-приемную на сайте администрации округа. По результатам будет принято решение оставлять данную схему движения. Либо перезапустить в обратном направлении, либо вообще отменить, аннулировать и оставить, как было прежде, до того, двухстороннее движение. Так или иначе, сейчас схема одностороннего движения действует. Невнимательным и настырным водителям въезд под запрещающий знак обходится в пять тысяч рублей. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Игорь Антонов, Телемикс. Этот сюжет снимался несколько дней на этой неделе. И, конечно же, наши камеры фиксировали, как нарушения, отрицательные мнения, ну и, конечно же, положительные. Виктор Анатольевич, первый вопрос к вам. Как по-вашему, что показали эти две недели? Люди звонили, рассказывали, что они чувствуют, почему вот так сейчас их отношение к данному нововведению? К сожалению, хочется отметить, что пассивность у жителей города Уссурийска в части обращения в администрацию, как на сайт города Уссурийска, так и по общедоступным телефонным номерам отдела дорожного хозяйства, управления жизнеобеспечением, либо администрацией в городу Уссурийска, о отсутствии комментариев со стороны жителей. Значит, для наших телезрителей мы подготовили специальные плашки, где будут показаны и телефоны, и почта, на которую нужно слать. Не просто можно, а нужно, потому что в отделе дорожного хозяйства ждут ваших отзывов, ждут комментариев, может быть, собственного видения, может быть, вы подсказали бы свой, выход, как разгрузить эти дороги. Ну а, Евгений Александрович, ну а вы как считаете, вот со стороны ГИБДД, вот даже находясь, я уверена, вы вот мониторите, да, те же экипажи, опрашиваете, которые там ежедневно работают, что говорят сами дорожные полицейские? Непосредственно сотрудники полиции тут замечают, что с каждым днем нарушителей становится намного меньше. Люди начинают привыкать, некоторым даже уже посчитали, что это как нововведение больше подходит, потому что буквально сегодня были звонки, дежурную часть нам, только экипаж снялся с данного участка дороги, там, по служебному заданию. Слава поступать стали звонки граждан, что люди стали нарушать, только уехали, стали нарушать, начинают движение против основного потока, то есть уже некоторые граждане почувствовали удобство именно нововведения. Ну а по поводу облегчения ситуации, когда стоит там экипаж, когда боятся люди нарушать, что могут сказать ваши сотрудники? Становится ли пробка меньше? Пробка меньше становится, когда стоят сотрудники полиции, потому что многие граждане, ввиду либо своей недисциплинированности, либо незнания, но больше всего недисциплинированность появляется, и невнимательность, совершают административное правонарушение. Заехав на улицу Суханова, получается, по знаку стрелка одностороннее движение, заехав во двор, разгружившись в магазине, он выезжает туда, куда ему удобно, поворачивает против потока движения, хотя ему нужно сделать другой поворот, тем самым создает, опять же, затруднения в движении. Уважаемые телезрители, вы можете звонить к нам в программу 33-72-74, если вдруг не задозвонитесь, то 33-72-76, наш второй номер, где вы сможете задать свой вопрос, выйти в прямой эфир и не просто задать вопрос, но и, может быть, высказать собственное пожелание и собственное мнение, как частый участник дорожного движения на этих участках. Еще мы сейчас будем показывать время от времени веб-камеру, которая будет онлайн транслировать перекресток Суханова-Ленина. Можно будет периодически наблюдать, нарушают люди или не нарушают. Скажем, за себя мы наблюдали эту веб-камеру всю неделю, ну и тенденцию, знаете, почувствовали. Буквально несколько дней назад нарушителей было каждый, каждый, наверное, четвертый, пятый. Сейчас нарушителей, наверное, один на три, четыре, пять минут. Если вы видите, вот сейчас этот перекресток, впереди у нас как раз находится 25-я школа, в то направление, куда заезжают машины, это и есть направление торгового центра Москва. В общем, выезжать оттуда нельзя. Это единственная веб-камера, которая может нам хоть как-то показывать реальную ситуацию на дорогах. Онлайн всегда можно найти ее. 33-72-74, это наш телефон прямого эфира. И уже у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в студии у нас, говорите. Здравствуйте. Да, говорите. Алло, слышно? Да. У меня предложение вернуть двустороннее движение, но запретить парковку по бокам. Спасибо за ваше предложение. Давайте с нашими гостями обсудим, возможно ли такое вообще, запрет парковки. И что важнее? Ну, я могу сразу ответить. Если запретим парковку по краям проезжей части улицы Суханова, как следствие, сразу дворовые территории будут забиты транспортными средствами. Потому что торговые центры, организации, люди приезжают, где-то им нужно парковаться. Раз знак поставить, 3-27 будет работать однозначный эвакуатор. Куда люди будут ставить? Во двор. Ну, там есть достаточно большая парковка возле торгового центра Суханова. Она не справляется. Не справляется. Не справляется. А как вы считаете, парковка вдоль дороги, она спасает положение? Ведь там тоже довольно-таки ограниченное количество машин может встать. Получается, одностороннее движение. И транспортные средства, которые стоят по краю проезжей части, они не мешают потоку движения. То есть встречного разъезда нет. Все транспортные средства идут в одном направлении. И я вам могу сказать, за эти две недели у нас там не было ни одного дорожно-транспортного происшествия на этом участке. Да, это ведь важно. А раньше у нас постоянно 2-3 ДТП происходили именно на этом участке. У нас еще один звонок в студии. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Лео. Говорите, пожалуйста. Режиссер, уберите, пожалуйста, звук видеоряда. Добрый вечер. Вас беспокоит человек, тоже постоянно сидевший за рулем. Я хотел бы сказать, что это очень правильное решение по улице Суханово. И можно даже сделать многие улицы в городе с односторонним движением. Просто многие водители не обращаются внимания, не соблюдают правила. Только из-за этого происходит у нас данная ситуация в городе. Да, спасибо вам за ваше мнение. Вот видим, да, альтернативное. Причем, наверное, одно из немногих. Большинство все еще борется с некой своей консервативностью. Скорее всего, нежели голосом разума. Виктор Анатольевич, а вот наши опрашиваемые часто говорят о том, что одностороннее движение хорошо, но ведь негде парковаться. Возможно ли вообще в этом квадрате где-то придумать еще парковки? Вот вы как отдел, отвечающий за дорожное хозяйство, люди жалуются на малое количество парковок. Я вот лично считаю, что их и так много. А вот вы как считаете? Я считаю, что, к сожалению, в этом районе из-за загруженности транспортными средствами достаточно сложно придумать парковочные места. Это обусловлено еще и тем, что придомовые территории, как правило, относятся к частной общественной собственности, на которой муниципалитет и администрация не может разместить те парковки для места, общедоступные парковки. Поэтому здесь тяжело. В общем, что имеем, то имеем. Больше не будет. А автомобилей у нас становится у людей больше. Город, когда строился, не был приспособлен. Ну и, конечно же, не сносить жилые дома. Вот я как так, даже противник излишней урбанизации, да, вот не хотелось бы видеть сплошной полигон, состоящий из машин. Напоминаю нашим телезрителям, что и Виктор Анатольевич весь отдел дорожного хозяйства будет ждать ваших мнений на электронный ящик. Также по телефону отдела дорожного хозяйства. Сейчас вы видите на экране дороги.хоз.мейл.ру. Присылайте свои мнения. Это очень важно. Также вы их можете высказать в нашем эфире по телефону 33-72-74. Допустим, приживется эта схема. Допустим, проходит три месяца, водители привыкли. Но ведь я знаю, что это не последние нововведения, которые коснутся, может быть, смежных еще улиц. Что планируется дальше вот в этом периметре? В любом случае останется проблемным участок Володарского, где 25-я школа, где он у нас потом пересекается с краснознаменной. Есть какие-то долгоиграющие планы? Комиссия рассматривала ведь, да? Да, комиссия рассматривала различные варианты. Но сейчас об этом говорить рано. Мы все-таки будем отталкиваться от результата, который у нас последует в течение этих трех месяцев. А в дальнейшем, конечно же, рассматриваются схемы организации в части вопроса предыдущего звонившего, организации движения и односторонних движений по другим улицам. Здесь мы все равно... А можете их хотя бы перечислить, первые, приоритетные? Нет, сложно сказать. Сложно сказать. Почему? Потому что улицы, к сожалению, у нас не соответствуют тем госным стандартам, которые предусмотрены на сегодняшний момент по увеличению транспортной нагрузки на улицы. Такие улицы, как улица Советская у нас, достаточно сложная улица. Улица Горького, Венинградская. Как-то еще справляется улица Краснознаменная, она более-менее широкая и позволяет двигаться без особых препятствий. А в Володарске вот этот участок от Ленина до Краснознаменной нет на него плана, да? От Ленина до Краснознаменной... Там то же самое, что возле Центра. Да, мы посмотрим, но, опять же, повторюсь, все зависит от того, как у нас пройдет работа по этим двум улицам в границах Некрасова-Ленина. Почему? Потому что мы все-таки улицей Суханова, ограничением односторонних движений, пытаемся переключить транспортный поток именно на улицу Октябрьская, которая достаточно широкая, но не задействована в полной мере. У нас небольшая реклама, оставайтесь на нашем канале. Готовьте свои вопросы к гостям по телефону 33-72-74. Добрый вечер, в эфире программа «Накипела». А теперь мы выходим по четвергам в 20.00. Я надеюсь, вы привыкнете и к этому расписанию, как и к новому одностороннему движению на улицах Суханова и Володарского. Мы много говорим о Суханово и Мало-Володарского, где по вечерам совершеннейший коллапс происходил. Приезжают тысячи машин, я не побоюсь этого слова, потому что около тысячи как раз детей у нас занимаются в ЦДТ. Что касаемо вот этого промежутка, скажите, Евгений Александрович, там наладилось? Ведь что происходило на самом деле? Встречка, которая полностью парализовала дорогу. А сейчас встречки нет? Да, сейчас почти нет. За исключением, бывают случаи выезда со дворов, граждане выезжают по привычке, поворачивают против движения. Сейчас, в принципе, нормализовалось там. Водители, они же родители, то есть для того, чтобы в основном масса туда приезжает, не создавать коллапс, они уже двигаются согласно правилам дорожного движения. И там наш наряд достаточно меньше времени проводит, чем на улице Суханго. Я думаю, родители в первую очередь сами должны быть за такое нововведение. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер, говорите. Алло, добрый день. Добрый вечер, да. Алло. Задавайте свои вопросы. Добрый вечер. Я хотел бы высказать такое мнение. Я считаю, что есть два момента в этой ситуации. Первый момент – это качество ослабления, качество покрытия наших дорог. Это сплошные ямы и дыры, и они затрудняют движение автотранспорта. И второй момент – это почему не производится расширение всех происходящих частей города Уссурии. Спасибо большое за вопросы. Я думаю, что в первую очередь к вам, наверное, эти вопросы, Виктор Анатольевич. Первое – это, конечно, особенно состояние Суханова. Мы знаем, что перед тем, как выпал первый снег, эту улицу ремонтировали. Ну вот, есть что сказать. Да. Перед тем, как выпал снег, улицу ремонтировали, и проведение ремонта этой улицы вызвало неоднозначную реакцию и населению города Уссурии. Здесь хотелось бы отметить, что, к сожалению, подрядчик, который выполнил работу, оказался не совсем дисциплинированный. Администрация города Уссурийска были предприняты меры как воздействия, как вплоть до расторжения контракта, предприняты экономические санкции по оплате, чтобы подрядчик выплатил неустойку администрации за недобросовестное выполнение работы. И особенно хотелось бы отметить, что администрации не оплачено ни единой копейки местного бюджета. То есть дорога не принята и не оплачена? Дорога не принята и не оплачена. К сожалению, и наши опасения подтверждаются. Снег сошел, дорога, скажем так, отвратительная. Но здесь мы предпринимаем ряд шагов уже в 16-м году. Поделитесь, пожалуйста, когда ждать там ремонта настоящего? Здесь сложно сказать, потому что сейчас все возвратилось на круги своя. Мы администрация, и как служба заказчика, застройщика у нас есть такая организация. Сейчас готовим техническую документацию. Это означает, что всю абсолютно процедуру нужно начать заново? Да, вся остальная. Готовить документацию, выставлять на аукцион, искать подрядчика, и также к концу лета только или, может быть, раньше удастся. Я испытываю более оптимистические нотки. Очень хотелось бы. Мы, как и все граждане, как жители Уссурийска, так же, как и гости, заинтересованы в том, что нужно нормализовать состояние дороги и движение надо на улице. Второй вопрос. Почему не расширить? Есть ли куда расширять? К сожалению, расширять некуда. И все жители видят, что расширять некуда. Единственное, что нам сейчас может помочь, это изменение схемы движения по всем улицам, в предыдущих, как говорится, мы это упоминали. Мы ждем предложения граждан. Такая только оптимизация, возможно. Предложение граждан ждет отдел дорожного хозяйства. Раз в месяц заседает дорожная комиссия, где с привлечением сотрудников ГИБДД, дорожников, инициативных людей. Проходят заседания. Специалисты разрабатывают те или иные нововведения, чтобы их внедрить на наших дорогах. Граждане, будьте, пожалуйста, инициативны. Пишите на электронную почту отдела дорожного хозяйства и звоните в отдел. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Говорите. Это мне относится, да? К вам это относится. Да? Да. Говорите. Я вот сколько слушаю сегодня передачу, все вопросы крутятся вокруг водителей. Я уже насмотрелась. На знак они совершенно не смотрят. Едут прямо, кирпичик видят, знак, но проезжают свободно, когда нет ГИБДД. И даже ГИБДД не обращает внимания. Вот напротив магазина, супермаркета Москва, тротуар. Так там на тротуаре постоянно, там магазинчик как раз какой-то стоит, возле жилых домов, стоят машины прямо на тротуарах. Почему ГИБДД никогда не подходит и не штрафует, и не выгоняет их оттуда? Ведь все у нас тротуары льдом покрыты. Ползешь там. Там идти свободно нельзя, особенно пожилому населению. Так еще и эти машины там мешают. Спасибо большое. Мне возмутил водитель, который сегодня вам ответил. Вот я 20 лет ездил, и вдруг мне нельзя туда проехать. Вот такие водители на нас и наезжают. По пешеходному переходу. Пока не убедишься, что он перед тобой затормозил, боишься даже на свой зеленый свет идти. Спасибо большое за ваш звонок. Хамство на дорогах мы как раз обсуждали совсем недавно в нашем эфире. Ну и консервативность водителей, некое барство за рулем, оно ощущается. Евгений Александрович, правда ли это? Действительно ли? Вот стоит пост, напротив него паркуются, на тротуаре, а полицейские не подходят? Или, я не знаю, или просто они не видят? И стоит, может быть, дать такие указания, чтобы и к тем подходили? Не, ну, указания будут даны. Просто скажу специфику. Сотрудник полиции за всем наблюдает, за всем смотрит. Если есть свободная минута, он подойдет к любому нарушителю и сделает ему замечание, либо привлечет к административной ответственности. Но так как в том участке дороги у нас односторонний, человек, выезжая на полосу встречного движения, там создается более аварийно опасная ситуация между тем, что транспортное средство стоит. И туда обращаются у нас люди, выгоняют. Но у нас культура поведения водителей такая. Ну, только водителей, всех граждан. Вот. Где захотел, там я встал. Вот мне здесь ближе надо встать, чтобы ближе подойти. Ну, что ж тут знак там? Ну, что ж там бабушка не может перейти? Я встану и буду стоять. Ну, ведь штрафы здорово работают, честное слово. Достаточно же, наверное, регулярно. Но вот там действительно находится пост постоянно. Ну, может, кого-то снарядить все-таки, следите за тротуарами. Я так понимаю, жительница нам звонила, которая живет рядом совсем. Да, да. Я понял, с какого-то дома звонок произошел. Мы прими меру. Спасибо большое за такие решения. В прямом эфире вы можете задавать свои вопросы по телефону 33-72-74, писать в отдел дорожного хозяйства, ну и, конечно же, звонить в отдел дорожного хозяйства. Еще раз напоминаю, что программа «Накипело» у нас выходит сейчас по четвергам в 20.00. Включайте свои телевизоры и не пропускайте обсуждения самых актуальных, жарких, насущных хозяйственных проблем нашего города. Но у нас осталось совсем мало времени. Может быть, есть что-то заключительное сказать? Пожелания нашим телезрителям? Коротко, ясно, лаконично. В заключении хотел бы сказать, все-таки призвать, опять же, граждан и гостей города проявить более активную позицию, как по организации движения по улице Суханова. Для нас это очень важно. Так и организации по организации, предложение по организации движения в черте всего города. Евгений Александрович, не нарушайте. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливы на дорогах, и все у нас будет хорошо. Спасибо большое вам за то, что пришли в гости. Спасибо телезрителям, которые были вместе с нами. Ну, оставайтесь на нашем канале. Впереди вас ждут новости. Будьте с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова